Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Я думаю, обязательно нужно нашим слушателям пересмотреть потом видео нашей беседы, потому что нечасто у нас появляются такие четвероногие персонажи. Да, у нас сейчас в данный момент по студии свободно передвигаются две собаки-поводыря. Как мы уже сказали только что, одну из них зовут Сирена, другую зовут Нейра. А говорим мы сегодня с обществом сервисных собак, а также с людьми, которые непосредственно нуждаются в помощи этих собак. Может быть, да, для начала расскажите, пожалуйста, что это за общество Теодор, как оно появилось, когда было основано, почему возникла такая идея и как сейчас обстоят дела у вас? Ну, все началось с того, что наш кинолог Зайга Клявини, она обучала собаку-поводыря Теодор. И вот получилось так, что она приезжала, я участвовал в лагере, для незрячих специальный лагерь, и вот она приезжала и рассказывала про собак-поводырей, что такое, давала пробовать, пройтись, прогуляться. Но на тот момент я уже передвигался с белой трости, и я думал, ну не знаю, зачем мне, ну нужна ли мне вообще собака-поводырей, ну если я и так могу передвигаться с белой трости. Но я попробовал, потом через полгода примерно я узнал, что можно написать заявление на собаку-поводыря. Вот я записался, ну написал заявление, и уже через месяц где-то у нас был конкурс. Было три человека, которые хотели тоже собаку-поводыря. Ну кто знал, конечно, может не все знали, что можно записаться, кто знал, то записались. Ну и вот мы пробовали пройтись с Теодором. Ну вот и Теодор, он очень хорошо со мной шел, у нас было очень хорошее сотрудничество, мы пошли уже и через перекресток переходили, где движение очень большое, я на югла с улицы, через югла с улицы. Ну и вот после этого было такое еще шоу, мы участвовали с Теодором шоу, чтобы показать тоже людям больше, ну на телевидении было шоу, чтобы показать людям, что такое собака-поводырь. А это вот о каких годах сейчас идет речь? В 12-м году. В 11-м году Теодор мне дали, подарили даже, потому что у Зайги была первая собака-поводырь. До этого она профессиональный кинолог, она полицейских собак обучала и вообще обучает собак других. Ну вот и как раз подарили на 25-е декабря. И 25-е декабря Рождество, да. А потом я только уже, ну ладно, я про шоу расскажу, вот мы участвовали в шоу, и потом уже придумали, вот Зайга предложила, давай, ну будем общество создавать. Ну надо, чтобы больше таких собак было хороших поводырей для людей с, ну по зрению, у которых проблемы по зрению. И вот в 13-м году, 12-го апреля, было вот создано общество сервисных собак Теодор. По имени этой собаки. Да, а потом Теодор, я только, когда Теодор появился, ну я только через год где-то, я вот думаю, ну что это такое Теодор, что значит имя Теодор. И в интернете написал, и я очень был удивлен, что такое совпадение Тео, это с древнегреческого языка бог, а Дор, ну это как бы дар. Божий дар, да. И наше общество вот потому и очень хорошее название, да, что вот каждая собака, вот которая есть у нас в обществе, она для нас, ну божий дар, подарок. Я просто, статистика, я с ужасом вдруг узнал, что всего лишь 18, да, собак в Латвии, и получается, что одна собака на примерно 600 человек, у которых проблема со зрением. То есть это очень-очень, ну мало-мало таких собак. Сейчас вот по данным регистра, где ЛАУКСА, где-то с дата-центра, там 15 собак по водорей зарегистрировано в Латвии, и две собаки-ассистенты для людей с двигательной системой. И эти 15 собак, это все в вашем обществе? Наше общество подготовило всего 13 собак из Теодора, потому что Теодор, он ушел в 16-м году, его сейчас нету здесь с нами. Но он-то есть, только так, на духовном плане. И 12, сейчас один собак по водорей, один собака-ассистент в наше общество подготовлено. Да, то есть, значит ли это, что вот эти вот 13 собак, которые подготовлены и выращены в вашем обществе, они не принадлежат конкретному человеку, да? Просто я так понимала, что практика, когда человек нуждающийся берет собаку, они проходят совместное обучение, изучают также маршруты, по которым человек обычно передвигается. Да, 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 это целый процесс. Но значит ли это, что эта собака помогает нескольким одновременно людям? Или конкретно одному человеку? Да, как происходит? Сейчас пока у нас нету такого, что двум человекам, но есть у нас одна семья, где вот и муж, и жена с помехами зрения, с проблемами зрения. И вот она может обучить одну собаку, чтобы она обоим помогала. Ну, конечно, лучшая практика, когда одна собака на одного хозяина, на одной человеке. Да, Виктор, расскажите о своем, может быть, опыте. Как вы узнали о сообществе, или вы изначально уже о нем знали? Как вы получили собаку, как вы с ней знакомились? Как завязались с ней, да, в эти отношениях. Да, интересно. Алексей жил в моем районе, Кингараксе, как-то, и я его просто знал. Он ездил на юглу каждый день, представляете, с Кингаракса, да, на работу. И потом у него собака Теодор появилась, и я это знал. И, ну, у меня еще зрение было такое, я обходился без трости, без собак, но я чувствую, что скоро будет нужда в этом. И я записался у Алексея, говорю, ну, на всякий случай. Ну, вот, и подоходит время, когда также Зайга говорит, есть две собачки, ну, очень хорошие, смотри сам, как тебе, потому что мне уже нужно было. Все, я один раз въехал носом в светофор и сказал, все, уже пора. И кинолог наш говорит, две собаки, одна черненькая, другая светленькая. Ну, я говорю, мне все равно, ну, так, приведите, познакомиться. И Зайга привела вот эту нейру, ей годик только был, она только пришла на обучение становиться. Она пришла ко мне в квартиру, а у меня любимая собака, порода овчарки были. Я говорю, ну, заходи, дружок. И потом это как хвостик, куда я, туда она, я прям чувствую, что это моя собака, вот она. Сначала Виктор говорил, что ему только овчарка. Только овчарку. Нет, все. И Зайга говорит, давай вторую посмотрим. Я говорю, нет, не искушайте, я нашел себе друга, и вот с ней у нас началась работа вместе. Вот, как многие говорят, ну, некоторые говорят, там, одному поможет, вторую. Ну, лучше, когда настолько вот этот вот тендем срабатывает. Ну, можете же сказать, вот с самого начала, то есть, получается, обучение прямо с вами происходило, да? Вообще, должна собака целый год обучиться у кинолога профессионального. Но я, как знаком с этим делом кинологии, у меня жена кинолог, хендлер. И я, когда было зрение, еще на защитно-караульной службе с фигурантом работал, вот. И мне помогали, Зайга говорила, как, направляла, смотрела, работала. Мы вместе обучались, так сказать, вот этому хождению по улицам с собакой поводыря. Каждая ли собака вообще порода подходит? Потому что, вот вы говорили про овчарку. Условно говоря, можно ли баллонку сделать собакой поводыря? А у нас сейчас в студии два лабрадора, да, насколько я понимаю? Да, в принципе, можно. Но, знаете, у каждой собаки, у каждой породы есть свои специфика, своя специфика. И на нее надо тоже понимать. Потому что охотичья собака никогда не будет ходить рядом. Знаете, у них специфика. Они ищут дичь, идут зигзагом. Но баллонка-то она маленькая. Это не будет очень удобно передвигаться. Да, в принципе. Есть пудели, есть овчарки, есть еще другие собаки. Но вот лабрадор, вот я сколько смотрел, это идеальная собака для поводыря. Потому что агрессии ноль, вообще никакой агрессии. Даже если наступишь на лапку, но она просто поплать. Ну, знаете как, топчешься, и она рядом. Она просто попищит, и у нее даже нет реакции мордочку сунуть, сойди с лапы, она будет сидеть и плакать. Вот это дети, потому что рядом. У нее мордочка милая такая, и все говорят, что ну... Они даже как вот мы с Серенькой шли, и вот там был ребенок. Ну, и они так поздоровались с Серенькой. Ну, она даже легла на асфальт, чтобы не испугать ребенка. Да, да. И вот когда работаем вдвоем, мы учимся друг у друга и друг другу помогаем. Вот даже вот так. И даже мы знаем, как повернуть куда, и надо чувствовать собаку. Она подсказывает, где ямки, где обходим. А как это происходит? Вот как происходит подсказка? Там лужи действительно, ямка, возвышенность или узкий тротуар? Есть вот такая упряжка? Да, шлейка. Шлейка, да. Она одевается, как лошадки. Ну, как? Ну, она только легенькая такая, из кожи сделана, чтобы не было тяжелого носителя. И вот я тогда, когда иду, она идет с левой стороны собак, я держусь за ручку упряжки. И когда вот она поворачивается, ну, или влево, или вправо, я сразу реагирую. Вот для того и надо сотрудничать, чтобы была такая связь вот с собакой, чтобы мы друг друга чувствовали очень хорошо. Понимали, да. Понимали друг друга. Она останавливается. Откуда она знает, куда вам надо? Как она понимает? Маршруты куда идти. Я понимаю, что она выучила уже определенные маршруты, но как она знает, что сейчас мы идем в ад? Ну, можно, чтобы собака выучила определенные маршруты там, да. И тогда вот сказал магазин, и она пошла в магазин, повела вот. Ну, вот, или домой, и она пошла, ну, прямо по-любому, ну, выбрала там удобный маршрут, как идти, и пошла домой. Или по выученному уже одному маршруту. Ну, вот, я, например, сам знаю, куда идти маршрут. И когда вот мы идем, я даю команду повернуть налево, повернуть направо, и она, ну, я знаю, что будет поворот направо. Я говорю заранее, что будет, ну, направо, и она тогда, когда можно будет направо, тогда она поворачивает. Но она тоже запоминает, где мы ходим. А вот в незнакомых местах, когда вы находитесь? В незнакомых местах, тогда мы используем навигацию. Вот, то есть сейчас мы сюда тоже пришли. Да. Ну, конкретно не знали, где находится. И вот навигацию ввели с голосовой программой специально. И она все озвучивает, направление дает. То есть собака понимает все команды, прямо, вперед, налево, да? Нет, навигацию, я слушаю, что говорят навигации, и я говорю, сереньки передаю. А собака как помощник, чтобы нам не столкнуться где-то на дороге и перейти правильно дорогу, навигатор ведет. Здесь вот, например, выходили на крещеное Валдемаро, и там надо было обойти такой угол, и так бы трудно было найти. А так она очень-очень хорошо, они нас обвели вокруг столбов, и все, приостановится перед столбом, посередине тротуара столб. Она обведет все, черт. 672-12-939, 672-13-939, звоните нам. Мы сегодня говорим о собаках-поводырях. У нас сегодня в гостях общество сервисных собак «Теодор». Наденьте, пожалуйста, наушники, перед вами лежат. Да, пожалуйста, да, вот, вот, вот. Чтобы услышать звонок, примем. Слушатели, доброе утро, вы в эфире, да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. А у меня такой вопрос к вашим гостям. Я вижу, что во многих заведениях есть наклейки с собаками заходить запрещено, в частности, в супермаркеты. И, к сожалению, сама сталкивалась с тем, что совершенно с чудесным воспитанным псом, ну, и не впускали. Есть очень, вот, у меня чуть ли не реклама сделала, вот, например, в Депо можно зайти с собакой, а там в какие-то кафе или другие, там, какие-то магазины с собакой зайти нельзя. Вот. И в какой-то момент я даже разделяла, куда я могу идти с собакой, а куда нет. Вот. И вот у меня вопрос, нет ли сложности у ваших гостей с этим. Спасибо. Спасибо большое. Ну, сложности сейчас нету наши, с нашими собаками, потому что нам можно идти буквально везде, ну, кроме операционной, вы знаете, если там в больнице. Вот. А так мы идём во все магазины, даже в самолёте мы можем лететь в салоне с собакой, поезда. Просто по незнанию иногда бывает, что заходишь в магазин и говорят, что нельзя с собакой, и ещё пытаются утверждать, ну, объясняешь людям, что это собака по воде или по закону, она может во всех общественных местах. Сопровождать, да. Театр, опер, ну, всё равно. А вы когда-нибудь действительно посещали вот концерты, либо такое публичное мероприятие, вот собак? Если в магазине встретить, я даже в общественном транспорте видела, так же передвигаются люди. А вот то, о чём вы сказали, концерт, театр? Да, мы были в опере, где было участвовало пять собак, ещё гости приезжали из Финляндии с собаками-поводарями, мы с пяти собаками посетили оперу. И я сам периодически иду в театр, с Иринкой вот были. А как реагируют люди, они не тянут, ведь всё-таки собака работает, да, вот в этот момент, когда она в шлейке, мне кажется, у неё установка, да, я работаю. А люди не пытаются её гладить и, не знаю, отвлекать, потому что она может сбиться там с курса маршрута. Пытаются, конечно. Это главная помеха? Это большая помеха тоже, но это, ну, нельзя сказать, что это такая очень главная помеха, но мы и занимаемся, наше общество этим и занимается, что мы постоянно информируем общество, и сейчас уже довольно образованно уже насчёт этого общества, что они уже знают. Если кто-то там даже, человек какой-то, ну, начнёт гладить или что-то давать собачке, тогда уже другие люди говорят, что нельзя, это собака-поводыри, уже объясняет, как бы очень приятно. Мы, у меня даже сколько раз говорили, мы знаем, что её гладить нельзя, но так хочется. Я говорю, ну, подождите, давайте я сниму шлейку, ну, погладьте там, если ребёнок хотел, а потом опять надеваем шлейку, всё, работаем. У нас тут очередь буквально выстроилась, вот всех работников погладить. Да, но вы сказали, я тогда сниму шлейку, а потом её надену, то есть без шлейки нельзя собаку гладить? В шлейке она на работе нельзя. Ой, да-да-да, вернее, в шлейке нельзя. В шлейке, ну, да, потому что наши собаки ещё могут работать как собаки-терапевты, которые тоже помогают людям, ну, если стресс или ещё какие-нибудь. Но погладить в рабочем состоянии не нужно, ни кормить, ни гладить, но можно найти такой момент, где просто погладить собаку, и надо индивидуально подходить к этому, чтобы тоже не было стресса у собаки, когда облепят её гладить. Ну, это, ну, так, очень важно нам, чтобы у нас был контакт с нашей собачкой, потому что если очень много людей будут гладить, например, к ней обращать внимание или смотреть в глаза, разговаривать с собакой, это тоже нежелательно, потому что тогда она привыкает к этому и уже будет, например, смотреть, ну, кто её погладит, кто ей даст что-нибудь. И вот я стараюсь, чтобы у нас было с Теренькой только, вот я стараюсь, чтобы люди не гладили. Ну, вот вы сказали уже о 15, мы упомянули о 15 собаках, хотя в Латвии, мне кажется, людей нуждающихся. Гораздо больше, я говорю 600 человек на одну собаку. Гораздо больше, да. И вот в связи с этим, есть ли какое-нибудь дальнейшее развитие? Я видела у вас на сайте, есть пожелания, там, вот Вайровики Фрейнберга на фотографии она была изображена. Как-то есть какие-то социальные программы, я не знаю, государство помогает, либо хотя бы сотрудничаете ли вы с заводчиками, чтобы этих собак было действительно больше в стране? Ну, у нас в этом году есть проекты, где вот, например, на упряжке, новые упряжки собакам, да, вот, чтобы сделать. Потом у нас съедут ЛВ, на сайте съедут ЛВ, можно пожертвовать на питание собакам и на ветеринарные услуги, вот именно собакам-поводырям нашим. Потом, ну, и пожертвования, да, можно зайти на сайт eodors.org и оставить пожертвования, да, мы все участвуем в мероприятиях, организуем тоже, чтобы, вот, и приглашаем людей поддерживать вот это наше движение, чтобы у нас в Латвии было побольше таких собак. Еще вот в этом году у нас сейчас есть общество помещения и поддерживает Рижская дума, ну, Лапклаибас, департамент. Департамент благосостояния. Да, департамент благосостояния. А скажите, а те люди, которые стоят на очереди, есть какая-то у вас очередь такая, да, которые ждут своего человека? Сейчас 13 человек на собаку-поводыря и 3 человека на собаку-ассистента ждут. Ну, вот, сейчас у нашего общества работают на добровольные, ну, как бы все добровольно, да. Основа добровольная. Работают и на пожертвованиях людей. Ну, вот, чтобы и обучаются примерно 2 собаки в год. Ну, это вот представьте, ну, 13 человек, ну, даже 16 человек, и чтобы 2 собаки в год, это сколько тогда надо будет ждать? Ну, человеку, собаку. И то там нету так, чтобы очередь была, потому что это, ну, невозможно. Потому что, вот, например, собака, она, ну, например, идёт медленно так, она такая очень спокойная, а человек очень активный, и он не может вот так медленно передвигаться. Или наоборот, есть собаки, которые, они аж тянут так сильно, даже, ну, если человек такой лёгенький, ну, спокойная очень идёт, то он не сможет с такой собакой. С темпераментами не сходятся, да, люди и собаки. Это два разных, ну, как и люди тоже, да, бывает, что друг друга, ну, не могут, они вместе общаться. А скажите, вот, поскольку ваше сообщество существует на добровольных основах, как вы сказали, в началах, а те люди, которые получают собаку, они что-то за неё платят? Нет, ничего не платят. Наше общество предлагает так, что, ну, человек получает собаку, ну, как держатель, он держатель только. И вот ему ничего не надо платить, и общество же мы стараемся обеспечить питанием, ветеринарными услугами, ну, насколько это возможно. Ну, ветеринарные услуги, да, обеспечиваем, и общество наше заботится о собаках всю её жизнь. Ну, мы каждый год организуем тренировочный лагерь, где можно поддерживать навыки, потому что они тоже теряются, и что-то человек, ну, там, неправильно собака начинает работать. Это надо всё следить за этим, и сразу связывается с тренером, или индивидуально занимается, или мы встречаемся в тренировочном лагере, и тогда тренеры помогают определить, над чем нужно больше всего работать. Да, потому что у нас кинологи занимаются собаками, и чтобы обучить собаку, это целый год надо, где-то 8 месяцев, 10, 20, как пойдёт. Ну, и, в принципе, во всём мире где-то одна собака ПВД стоит где-то 20-25 тысяч долларов. Это уже выученный чиновник, да? Уже обученная собака. И это время кинолога, это, представьте, надо обучать эту собаку ходить, это надо, ну, всё привести, и наше общество не может, ну, как бы вот так вот… Ну, позволить себе. Тебе вырастить много собак, и в основном у нас изыскиваем своих щенков, вот у нас есть собаки, которые рожали, и щенки, и кинологи сами находят собак, потому что очень большой, ну, очень тест проходит щенок, чтобы, ну, быть собакой ПВД, не каждый щенок. Не каждый, да? Не каждый. И даже я скажу, что очень трудно найти рабочую собаку с психикой стабильной, да, для собаки ПВД. Я видел, какие проходят тесты, очень серьёзный отбор идёт. Ну, например, какое-нибудь одно из заданий этого теста. Ну, вот щенок ставится в чужой комнате посередине, все сидят где-нибудь подали и смотрят на её поведение, как ведёт себя щенок. Потом кидается миска, знаете, эти металлические миски, из которой едят, на пол, и смотрят реакции щенка. Некоторые поджимают хвост, пищит, убегает, всё, ну, выбраковывается. Щенок, который спокойно сидит или пойдёт смотреть, что там упало, может быть, выпало что-то поесть, это психика здоровая. Главное, чтобы не испугался, да, то есть? Да, не испугался, как он ведёт, и это очень хорошо видят кинологи. Я присутствовал, я не мог определиться, как вот, а кинологи сидят и баллы ставят, и человек здесь не проходит, здесь не проходит, и так. Ну, то есть я вот могу представить себе, ведь если собака ПВД на улице, вот она не должна ничего, ну, испугаться, её не должно ничего травмировать, какие-то громкие, например, звуки или что-то. Гром. Гром, гром, салют, чаще всего боятся животные. Вы знаете, мы подходим к краю дороги, и собака должна показать край зебры, а мимо проходят автобусы настолько близко, я отступаю, потому что проходящий там красс или машина большая, а моя собака сидит, она нормально, она ещё умудряется нос сунуть, понюхать, что это там за колёсами. И дома лежала собака, я выронил тарелку из рук, у меня кафельный пол, она разлетелась в дребезги, моя собака подняла мордочку, посмотрела, что разбилась тарелка, и я удивился, что действительно психика стабильная. Скажите, а светофоры, они цвета различают? Нет. Известно же, что собаки дальтоники, по крайней мере, предполагается. Как вы переходите перекрёстки? Цвета не различают собаки, это очень большая ответственность, мы сами должны. Она нас подводит к зебре, и мы должны уже сами ориентироваться. Или люди, или очень хорошо, когда сигнальные светофоры вот эти. Да, звуки издают, да, сигналтик есть. Бывают такие сигнальные светофоры, где непонятно, и какую переходить улицу. Да, но мы здесь уже сами, у нас свой пунктик есть, как переходить дороги. Например, вот если к бордюре я подхожу, и параллельно меня начало, ну движение началось, тогда я могу тоже идти. Ну смотри, Лёш, не всегда. Не всегда, да, есть в центре, где нельзя. Не то, что есть люди, которые видят, машин нет, и пошли. Если за ними повторять, да. И у меня обращение к гражданам. Нет, когда мы в автомобиле поехали параллельно, тогда можно. Ну да, да, да. И если вот граждане видят, что сидит собака по воде с человеком, не переходите в это время дорогу. Если даже видите, машин нет красный свет, то вам очень нужно. Не водите в заблуждение, да. Очень, очень, просьба такая. А скажите, вы какие расстояния преодолеваете? И вот мы уже общались и с людьми, которые передвигаются на колясках, другими людьми, имеющими степень инвалидности. Как вы оцениваете вообще городскую структуру нашу, да, городскую среду для перемещения? Насколько удачной дороги? Либо вы специально выбираете самый подходящий маршрут, где нет выбоин, я не знаю, где более-менее гладкий асфальт. Вы такие моменты учитываете или это неважно, собака всё сама покажет? Ну, конечно, удобнее, если гладкий асфальт и передвигаться, если посередине тротуара нету столбов или каких-то препятствий. А у нас много столбов? Ну, часто попадается. Ну, знаете, когда обращаешь на это внимание, да... Я знаю, что у человека это не проблема. А когда поток людей идёт, вот как собака реагирует и как она ориентируется в толпе, например, как она раздвигает толпу? Ну, отлично ориентируется. И мы обычно идём напротив движения, чтобы люди нас видели и как бы уже успели отреагировать на то, что... А собаки наши идут как ледоколы вперёд. А так, в принципе, мы можем передвяться куда необходимо. Да, мы ездили, я с моей собакой, у нас Erasmus Plus проект был молодёжный, в Польшу, в Паронин город, недалеко от Закопана. Вот там мы ездили, ходили по маршрутам, и потом был маршрут в горы, в Татры мы забирались. И я с моей собакой, ну, забирались на такие высоты и прошли, и она меня тянула как трактно вперёд. Вот, и так что мы можем путешествовать, у меня ещё есть фотографии, где мы в горах зашли на самый верх, где как бы даже скалы в край. И она очень хорошо вела, и я рассчитывал на неё, и я понял, что она помощник не только на дорогах, но и в горах. Что ещё умеют делать собаки, на что они ещё могут обратить внимание своего хозяина в случае необходимости? То есть, вот, ну, ввести по маршруту, вот, какие ещё там, может быть, принести вещи, которые необходимы, как это вот? Ну, если, например, что-то упало, то поднимет, даст в руки. Если ремонт на дороге, вдруг идём по тротуару, ну, как обычно, а тут вдруг яма, ну, раскопки. И вот она остановится и не даст идти дальше, и обойдёт потом. Да, да. И деньги поднимает, у меня иногда монета упадёт. Деньги поднимает. Поднимает с пола, два цента, да, маленький. Как она это может? Я руки подставляю, глюк, и приносит прямо в руки, ложит. У нас эта фишка вся, она удивляется, как это она может поднять. Лужи обходит. Недавно я шёл, остановилась, я говорю, Нюша, вперёд. Стоит, я говорю, ну, тогда обходим. Повела куда-то, я говорю, ты уверена? Где-то в какие-то между деревьями. А потом я краем глаза, у меня остаток хороший, ещё зрение есть. Я так смотрю, лужа большая, вот она меня как-то умудрялась обводить через какие-то деревья, чтобы в лужу не забраться. А так они находят двери, лестницу, лифт. А как они лифт могут найти? Мы даём команду лифт, и она находит его. Она определяет. Она определяет. Ну, да. А как это может? Ну, то есть, это лифт от двери. Я иногда не могу найти лифт в здании. Нет, но собаки не могут сами что-то придумать. Это обучение идёт. Лифт – это шевелящийся что-то сверху, и, может быть, запах определённый. Двери раздвигаются. И двери похожи. Да, и вот команда «Ищи лифт», и она идёт по запаху. Нопочки рядом. Да, и вот подводят. Так же, как ей больше всего легче, конечно, найти команду «Ищи туалет», если, допустим, на автовокзале. Вот здесь она легко. Или кассу, например, найдёт свободное место в общественном транспорте, в кафе. Кассу тоже умеет, да? Касса, очередь. А что значит касса? Вы зашли в супермаркет, да? Где много касс. Да, да, да. Вы ходите по магазину, по залу, выбираете продукты. Да. А вы самостоятельно выбираете продукты, у вас уже есть какой-то свой навык, да? Да. Когда вы ходите, да? И просто говорите «касса», и она вас выводит к любой кассе? Да, и станет в очередь. У меня, я беру билеты, ну как, на автобус у меня за городом дом, вот, и я выходим на автовокзал, когда мы опоздали взять билеты, я сразу говорю «идём на автобус», и она знает, что она права. А когда пораньше, чтобы взять билетик, ну, бесплатный у меня, я говорю «иди в кассу», идём в кассу билетик покупать. И вот она идёт, и я наблюдаю, у неё крутится голова, она, видно, выискивает, где людей поменьше. Приходит и становится, и многие люди говорят «мы смотрели за вами», они наблюдают, им интересно, люди сразу смотрят. И вот она становится между мной и последним человеком перпендикулярно, как бы вот так, дескать, дальше не ходи, здесь человек. Вот, и мне очень благодарен кассирам на автовоста, да, там они меня уже знают, и говорят «а где ваша собачка?» Я говорю «здесь», «здесь», и мне уже билет. Один раз говорят, я вижу, кассирша говорит, что вы не успеваете, 10 минут касса, ну, не выбивает билеты. Она заранее мне выбила билет, досидели до моих. И говорит, я вижу, вы уже стоите, не успеете, я вот вам билетик. Я говорю «спасибо», очень хорошие девушки в кассах, автобусы. В автобусе меня уже тоже все знают, с удовольствием, с таким, ну, очень хорошо относятся. Вообще вы говорите о том, что люди как-то вот с пониманием, да, всегда, и отойдут, и вот помогут, и видят и собаку, и незрячего человека. То есть наше общество такое благосклонное, да, в этом плане. Вы какое-нибудь невежество, я не знаю, по отношению к себе за эти годы, или там собаки наблюдали? Ну, очень благословное общество. Вот сколько я хожу, были, конечно, моменты, когда, ну, негативно реагировали, но я как-то не обращаю на это внимания, потому что… Что значит негативно реагировали? Ну, как можно негативно реагировать? Ну, вы знаете, что, можно и думать, что это просто собака, и куда ты пришел там, или почему без намордника. Наши собаки без намордника все ходят, это разрешено всем. Прибегают, ну, в магазинах, просто люди, которые не понимают еще, или не объяснили, ты говоришь, собака поводырит. А, ну все, тогда хорошо. А так, очень общество, ну, готово принимать вот этих собак, я думаю, что если еще информировать больше, понимаем. Меня часто говорят, не надо ли вам помочь? Я говорю, большое спасибо, но у меня такой помощник, что я сам могу помогать некоторым людям находить. Так что общество очень принимает хорошо у нас. А скажите, пожалуйста, Алексей, вот считается ли сопровождение с собакой по маршруту хозяина ее прогулкой, выгулом, или потом ее надо отдельно выгуливать? Нет, мы, вот это она работает, но если есть необходимость, она отведет в сторонку, как бы, ну, прижмет к траве, и тогда я понимаю, да, ей надо, ну, как бы прогулять. Она должна знать, она должна знать, что ей нужно. А так мы с утра, например, идем, мы гуляем, там, она бегает около, ну, на юбке. То есть отпускаете ее, да? Да, отпускаем, она бегает около озера, там, что-то ловит, играется. Ну, иногда, ну, тогда едем в центр, например, она упряжку одевает, она работает. Но по дороге я ее могу отпустить еще, если есть, ну, прогулки чуть-чуть. То есть у нее, получается, есть тоже понимание, когда она на работе, и когда у нее есть условно свободное время, ну, для игр, для какого-то развлечения. Да, обычно, как пряжку одеваешь, так она сразу и понимает. Шлейк. Она стоит, да. И иногда даже в автобусе едем, и ей надоело уже ехать, и она давай нос там, ну, шлейк, вот. Снимай, типа. Тыркать, да, и иногда даже, ну, как показывает, и сама, ну, как одевает себе, чтобы мы пошли, уже, ну, собирались и уходили. Даже многие смотрят, когда вот она бегает, прыгает, мне есть такое к ней предложение, пойдем погуляем, может. Все, она начинает прыгать, и, но, когда в этот момент ей одеваешь шлейку, ну, чтобы перейти куда-нибудь, она останавливается, все, все эмоции в сторону, она на работу пришла. Она ждет, ты подхватываешь ее, выходишь куда-нибудь, отпускаешь, и тогда она уже начинает бегать, ей можно прыгать. Есть, ну, такое мнение, особенно вот защитники животных сейчас в Америке начали кампанию против собак-поводырей, то есть они, ну, заявили, что это является эксплуатацией животных, и, ну, сейчас разгорелось, я знаю, что вот в американском обществе большая дискуссия, потому что, ну, многие были возмущены такой позиции, говорили, что это, ну, как бы уже нонсенс, потому что люди не могут обходиться без собак-поводырей. Вот как вы считаете, это, ну, я не знаю, эксплуатация животного или что-то другое? Я считаю, что это, ну, я не считаю, что это эксплуатация, потому что наши собачки, наши собачки, они всегда с хозяином. Что более радостно для собаки, это быть рядом все время. И вот это не очень хорошо, если я ухожу, например, на работу, и собака остается одна дома, она скучает. Вы с собой ее берете всегда? Да, мы всюду идем вместе в школу, на работу. И, ну, например, она, когда работает, да, можно сказать, что это эксплуатация, но люди же тоже работают и друг другу помогают. Это тоже можно сказать, что это эксплуатация. Но мы же заботимся о наших собаках, мы кормим, выгуливаем, ну, любим их, гладим. И не только когда она нас сопровождает, мы остановимся с ней, поиграемся или, ну, придем на работу там, поиграемся с ней. Ну, да, но и собака, я так думаю, что собака изначально это помощник. Она служит человеку. Он не может, собака не может жить сама для себя. Ну, не может быть, это эгоизм, даже в животных. И нет же так, чтобы она постоянно только работала. Да, ей радостно послужить людям, посмотришь, как она радуется, когда мы вместе ходим, и говорить так, что эксплуатация, вы знаете, можно, ну, все вот с какой-то, с другой стороны на все смотреть, но животные, они всегда с человеком, нельзя так сказать, что эксплуатируешь. Вот когда мы заговорили об эксплуатации, вот как раз таки оживилось, да, помахало хвостом, вышло. А скажите, пожалуйста, когда кинологи занимаются собаками, обучают их командам, допустим, если обучение происходит на латышском или на русском языке, то это закрепляется память именно на том языке, то есть язык вообще важен в отношении хозяина и собаки. Ну, их на нейтральном языке обучают, сейчас на финском языке. А почему? Ну, чтобы, вот, например, человек русскоязычный или на латышском языке разговаривает, тогда, ну, как бы нейтральный язык, он, как бы, ну, проще. Но если очень нужно, то можно и на родном языке, как бы, потом, ну, подучить, она быстро очень схватывает. А почему именно на финском? Ну, у нас, наше общество сотрудничает с Финляндией, и вот Загин муж, он тоже тренер собак-поводырей из Финляндии, он очень профессиональный тренер и обучил уже больше 250 собак. А сколько всего команд знает собака? Ну, так… Ну, не знаю, на вскидку. А сейчас Иренька вернула 50, может, и больше. 50 командам обычно. Ну, собаки, моя собака даже знает, где лево, где право. Вот мы останавливаемся, перекрёсток перешли, и она ждёт, что скажешь. Я говорю, налево. И она чётко идёт налево, аж… Я иногда сам путаю, где лево, где право. Командую налево, сам иду направо, и у нас бывает, ну, такая шутка, но она чётко спрашивает у меня взглядом, она сидит ждёт, когда я скомандую. И искать зебру, команда. Знаете, она вот идёт и говорит, налево должна зебра быть. И она идёт, найдёт налево зебру, останавливается, и вот говорит, ну, вот тебе зебру. Или искать. Да, у меня, я живу в доме возле, ну, Ады же там, полигона за Адырского, там, и по лесу тропинки. Команда есть, ищи тропинку. Бывает вечером, когда выходим её прогуливать, у нас от посёлка недалеко, бывает, собьёшься с тропинки, а темно, я чувствую, что трава под ногой, тропинки нет. Я подзываю собаку, у меня есть светящий ошейничек, я говорю, Нюшка, выводи на тропинку. И вот она идёт, и я, бывает, её за хвостик подхвачу, я над чётками выводит меня на тропинку, и я говорю, всё, дальше гуляй, я здесь сам справлюсь. И вот выводит она меня везде по тропинкам. Раньше я в лес не мог заходить, я один раз заблудился, там, где Ада же, полигоны эти. Теперь я смело захожу в такие дали, где открываю новые места, и потом команда, домой возвращаемся, и вот всё, мы идём домой, и я смело, ну, забираюсь в лес по тропинкам, везде гуляю. Находит дорогу. Она ведёт домой. И вот следующий у меня этап, я хочу придумать, как учить искать грибы. Подумать рыбу. Как-нибудь под гриб положить какой-нибудь корм, или ещё что-нибудь, и командовать, и со временем научиться под грибом искать корм, или что-то вкусняшкое, и со временем что-нибудь можно придумать, собирать грибы. А скажите, а сколько такая собака может лет работать? Ну, там, при условии, сколько они, 16-17 лет живут, лабрадоры? Ну, в среднем 8 лет, это рабочее время, да, 8-10 лет. Потому что это получается так, что первый год они живут в воспитательной семье, где там социализируют простые команды, изучают. Потом с года до, ну, почти до двух, там, год и 8 месяцев у кинолога тренируются специфическим командам, и потом пару месяцев они работают вместе с держателем, у кого будет эта собака. Ну, с будущим хозяином всё время. И тогда она уже работает, но она не только работает, она и отдыхает, и это, ну, где-то 8 лет, да, это уже 10 лет, и потом уже просто заботятся о них. Ну, там надо тоже смотреть, как собака. Если работает, то это, слава Богу, можно работать до самого последнего. А когда, допустим, собака отслужила, либо она остаётся у хозяина до тех пор, пока она может выполнять свою работу? Да, если вот хозяин потом... У одного, я имею в виду. Если есть возможность такая держать у нас. То есть какой-то договор заключается с вами, с вашим обществом, Теодор, да, на какое-то определённое количество лет, или это продлевается всё? Не просто договор, не на определённое, а вообще просто договор, что у неё собака, и, ну, обязуется, как бы, хорошо ухаживать за ней. И всё, да, то есть это без всяких временных... Да, без временных обязательств. Когда собака уже в годах, да, и она, например, не может работать, если он может позаботиться об этой собаке, тогда она может оставаться у него. Если он не может позаботиться, ему надо другую собаку поводыря, тогда, ну, надо искать, ну, у нас не было ещё такого случая, но надо искать, тогда уже будет семью, которая возьмёт собачку и будет о ней заботиться. У нас в Лепе есть с Олойга девушка, женщина, в которой сейчас две собаки поводыря, одна уже, ну, как бы, на пенсии у неё живёт, а вторая ещё, Верочка, такая собачка, и она работает. Потому что я не знаю, ну, как можно отдать собаку, это уже просто не собака, это уже часть меня. Член семьи, да. Это даже больше, чем член семьи, это часть меня. Это мои глаза, это каждый день. Вы можете представить, я утром просыпаюсь, и она тут же рядом. И весь день мы с ней вместе, и дома, и на работе, и ложишься спать, она всегда рядом. Ты о ней заботишься, и как же её оставить? Это, ну, я не знаю. Теодор.орг. Пожалуйста, заходите, да, знакомьтесь. Также мы всегда, я понимаю, ваша организация нуждается в волонтёрах, да, и можно помогать любыми методами, в том числе и финансовая поддержка необходима. Всю необходимую информацию в любом случае вы найдёте на сайте общества сервисных собак Теодор. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Я напомню, у нас сегодня в гостях был глава общества Теодор Алексей Волков, а также Виктор Сергеев со своей собакой. Повторём Нейрой, а также ещё одна собака Сирена у нас в гостях сегодня побывала. Но мы продолжим с обзором прессы. Спасибо вам. Спасибо.